Всем привет! В этом видео нашей задачей будет деление тройки на 7 и запись результата в десятичном виде. Не думал, что добавлю такое видео на канал, но видят то, что огромное количество старшеклассников и близко не понимают, как это делается, не сдержался. Чтобы было понятней, что происходит в процессе деления, представим, что мы решаем задачу, в которой есть три пиццы, которые нужно поровну разделить между семерыми школьниками. Естественно, нет возможности каждому дать по целой пицце, поэтому результатом будет ноль целых и что-то после запятой. Так как следующим шагом нужно узнать, сколько десятых частей пиццы получит каждый, нам необходимо тройку превратить в тридцать одних десятых и после этого раздать поровну семерым. Если каждый получит по четыре десятых, то двадцать восемь десятых получится использовать. Видим, что осталось две десятых, которые у нас снова проблема поделить. Нам никто не запрещает резать пиццу и из-за того, что следующим разрядом будут одни сотые, наша задача сделать кусочки именно такой величины. Поделив всю пиццу на сто кусочков, видим, что каждая одна десятая разбилась на десять одних сотых. То есть в нашем случае нужно поделить теперь уже не две десятых на семерых, а двадцать сотых на семерых. Обратите внимание на рисунок. Раздав каждому по две сотых, мы четырнадцать из них используем, и останется шесть, которые еще не смогли поделить. Для тех, кому не особо интересно быть точным, можно забрать свои 0.42 пиццы и начать ее есть, но любопытные продолжат и превратят шесть сотых в шестьдесят тысячных, приближаясь к самому честному делению. Так как семь на восемь это пятьдесят шесть, раздав по восемь тысячных, увидим, что есть еще четыре, которые нужно поделить. Превратим их в сорок десятитысячных, раздадим по пять и останется пять десятитысячных. Превратим их в пятьдесят статысячных и раздадим по семь. Останется одна статысячная, которую мы превратим в десять миллионных, раздадим всем по одной и увидим, что четыре, два, восемь, пять, семь, один будет бесконечно периодически появляться. Такую дробь можно записать как ноль, четыре, два, восемь, пять, семь, один в скобочках, а произносить как ноль целых и четыреста двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят один в периоде, что и будет являться ответом. На этом этапе дайте секунду внимания последней картинке. И чтобы я хорошо понимал, кто досматривает мои видео до конца, напишите пару слов о том, что вам больше всего понравилось видео. На этом все. Пока-пока.